Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад вас приветствовать. Сегодня у нас будет такое просветительское видео, связанное с финансовыми ошибками, то есть, что приводит к значительным потерям денег. Первое, о чем хотелось бы сказать, это траты, которые мы осуществляем. Деньги — это мера стоимости, то есть деньги мы всегда получаем взамен чего-то. В большинстве своем мы получаем деньги взамен времени, то есть, когда мы ходим на работу, форма дохода, которую мы получаем — это заработная плата, и эти деньги мы начинаем тратить. Все наши траты, они могут быть разбиты на две составляющие. То есть, первое, я это называю низкоранговые траты, второе — это высокоранговые траты. Вы продали время, получили деньги, и на эти деньги купили что-то, что расходуется — еду, компьютер, телефон, еще что-то, коммуналку заплатили. В этой формуле все цели, все траты низкоранговые, которые можно характеризовать как растрачивание, приводят к тому, что вы и деньги теряете, но на самом деле вы теряете время, которое вы продаете, работая по найму. Второе — высокоранговые траты. Хорошим примером может служить автомобиль. То есть, если мы покупаем автомобиль и просто ездим на нем, да, комфорт и мобильность — с одной стороны. С другой стороны, при прочих равных условиях, если нужно то же самое, можно использовать, к примеру, крошеринг или можно использовать такси. То есть, получается, в этом случае вы покупаете товар, который расходуется, который растрачивается, который теряет в цене, у которого есть амортизация, который все равно придется заменить, пускай лет через 5-10. Но если вы купили автомобиль, например, для такси, для грузоперевозок, и он вам приносит больше денег, чем требуется затратное поддержание его в рабочем состоянии, например, окупается за два года, то в этом случае вы купили средства производства, которые приводят к тому, что вы потратили деньги, казалось бы, на эту покупку, но из-за этой покупки вы стали более продуктивным, вы стали более результативным. Это очень тонкая грань, где у нас идет растрачивание, и где у нас идет создание прибавочной стоимости. Это просто к вопросу об осознанных покупках. То есть, что вы покупаете и для чего вы покупаете? Есть еще такие покупки, которые позволяют удовлетворить собственную значимость. У меня модный телефон, у меня крутая машина, я переехал в более комфортное жилье. И здесь знаете, в какую ловушку попадаете? И я тоже, кстати, в эту ловушку попадал, я это признаю. Когда доходы растут, и вы уже можете удовлетворить базовые потребности в безопасности, в потребности в удивляться во вкусе жизни, мы переходим в удовлетворение потребности собственной значимости. Как это принято говорить, да, понты. Почему она представляет наибольшую опасность для финансового капитала? Возможность удовлетворять эту потребность начинает появляться в возрасте с где-то 27-30 лет и до 40-45 лет. Что происходит в этот временной период у человека, который работает по найму? К 30 годам человек наработал, как правило, уже 10 тысяч часов в практике. Он становится мастером. Он получает в период с 30 до 45 лет самую высокую заработную плату, которую он когда-либо будет получать в жизни. Промежуток, как вы видите, достаточно короткий, 10-15 лет. Почему после 45 лет снижается? По одной простой причине, потому что начинает молодежь сверху подходить, да, поджимать. И, соответственно, эффективных потихоньку теряется и здоровье, и производительность, и энергия, то есть начинает постепенно сходить на нет. Так вот, в этот промежуток времени получается, когда мы начинаем тратить деньги на понты, мы зарабатываем больше всего. В этой же собственной значимости лежит вторая бомба замедленного действия. Денег, как правило, не хватает, а значимым быть очень хочется. И тогда ты начинаешь покупать еще и в кредит. Да, ты можешь выделиться, что это какой-то эксклюзив, это дорого, не все могут себе это позволить, но ты одновременно себя просто берешь, там руки-ноги по рукам-ногам связываешь, финансовыми обязательствами, будущими денежными потоками, которые ты будешь получать для того, чтобы доказать вот эту вот свою собственную значимость. К чему я это говорю? Проведите инвентаризацию своих вещей, своих самых серьезных покупок за последние три месяца или шесть месяцев. Что вы покупили? Для вас эти покупки это что? Это растрачиваемый товар или товар, который создает больше, чем вы на него потратили? Почему я про это говорю? Потому что изначально это может быть сейчас даже растрачиваемый товар, который постепенно амортизируется, но при этом подумайте, как вы можете его перевести в плоскость товара, создающего прибавочную стоимость. То есть если вы купили телефон, чтобы он был условно у вас в прозрачном чехле, это был iPhone 15 Pro, купленный в кредит, посмотрите, какие можно поставить дополнительно на него программы, пусть даже и платные, которые позволят повысить вашу производительность труда, которые позволят замерять количество времени, которое вы проводите в соцсетях, и ограничивать это время, и увеличить количество времени, когда вы читаете литературу. Поставьте туда книги, которые позволяют повысить продуктивность, вашу результативность на месте. Поставьте туда плайнер, выставляйте, выписывайте задачи. Пусть для вас это станет инструментом, и на любую даже крупную покупку, которую со временем растрачиваете, смотрите с призмы того, какую ценность она может лично вам дать. Это значительно позволит сократить вот такие неэффективные траты. Друзья, я вот сейчас привел пример упражнения, которые вы можете взять, применить прямо здесь, прямо сейчас, на практике, посмотрев на свои вещи, которые вы покупали, к каким категориям они относятся, высокоранговым или низкоранговым. Но еще больше уроков, упражнений, практических вещей. Мы записали отдельный мини-курс, который абсолютно бесплатный, там непосредственно изложено. Принцип построения, постановки финансовых целей. Каким образом можно влиять на свой активный доход, вне зависимости от того, в какой форме вы получаете. А также, каким образом защитить себя финансово. То есть, какие инструменты нужно использовать для финансовой защиты, какая доля этих инструментов должна быть в портфеле, что это за инструменты, и какие наиболее доступны для российского частного лица. Четвертая ошибка, их даже две можно соединить, связанные со временем, со стоимостью минуты своего времени. Во-первых, люди не понимают, как рассчитать минуту своего времени. Второе, очень много времени уходит на неэффективные действия. То есть, есть принцип Паретта, который как раз говорит о том, что 20% усилий дает 80% результата, он уже всем набил оскомину. Я расскажу немножко про другую историю. Есть такое понятие матрицы Эйзенхауэра. У нас есть важные срочные задачи, несрочные важные задачи, неважные срочные и, соответственно, несрочные неважные. До 85% времени менеджеров при решении задач уходит на решение неважных срочных задач. Важные срочные – это, по сути, стратегические задачи, которые должны непосредственно быть выполнены. Важные, но несрочные – это тактические вещи. Это рутина, которую необходимо выполнять и дисциплинированного планета но получается что забор времени и ресурсов временных ресурсов как раз таки берут на себя срочные неважные задачи как определить важность посмотрите насколько решение этой задачи приведет вас к достижении вашей финансовой цели можно использовать тот же самый принцип парето просто берете и говорить у меня есть только 20 процентов времени в принципе то есть вот если я не решу эту задачу какую угрозу она принесет моему бизнесу какую угрозу она принесет тому что я бы не получу своего дохода или наоборот что я получу свои результаты я выполнить те кипя и которые передо мной стоит то есть важность или неважность определяется применительно к достижению ваших личных финансовых целей к выполнению вашего личного финансового плана еще раз как его составить и как поставить эти финансовые цели в курсе ссылочка в описании принципа рэта 20 процентов усилий дает 80 процентов результата остальные 80 процентов усилий стоит 20 процентов результата почему-то матрица изенхауэра потому что 80 85 процентов времени занимают срочные неважные задачи которые не влияют индивидуальный результат и эти вещи должны быть делегированы условно супруга у меня с младшим ребенком еще спит детей увезли в садик звонит педагога говорит у вас у одного из ребенка соответственно сопли заберите для них это и важная срочная задача соответственно они пишут сообщение моей супруги она передает эту задачу мне для меня лично она является важной и срочной или нет я могу сорваться я могу перестать делать то что я делаю записывать видео на канал youtube просвещая вас что для меня является важным и срочным и поехать за ребенком для меня конечно же в этом случае будет вопрос делегирования и супруга знает что с таким вопросом она может обратиться к помощнику который там закажет такси или водителя который непосредственно доставит поэтому все что связано с неважными задачами которые могут быть как срочными так и не срочные не срочно неважно вообще в топку в мусорку выбрасываем срочные неважные делегируем срочные важные выполняем в первую очередь следующий по приоритизации идут не срочные важные задачи внедрение матрицы изенхауру свою повседневную жизнь приведет к тому что вы высвободите себе до 70 80 процентов времени которое позволит вам решать более важные эффективные задачи в том числе связанные с обучением и собственным развитием но соответственно вы находитесь в правильном месте на правильном канале если еще не находитесь подпишите поставьте лайк поделитесь данным видео потому что здесь про инвестиции про эффективное управление финансами и наверно последняя ошибка о которой хотелось бы сказать это стремление получить быстрый результат жизнь в россии она связана с тем что у нас каждые 20-30 лет происходят какие-то события у нас меняются экономические курсы у нас меняются политические курсы я высказываю свое мнение причиной таковым является то что у нас очень короткий горизонт и планирования и опять же это не только у нас есть так называемые электоральные периоды да то есть периоды выборов это может быть смена генерального секретаря это может быть выбранная монархия это может быть смена премьер-министра руководящего это может быть президентские выборы какие-то и соответственно горизонт планирования как правило составляет 4 года людям тоже в принципе это свойственно то есть у нас если говорить о долгосрочном горизонте планирования то у нас долгосрочный горизонт планирования 5 лет но дело в том что информация и технологии развиваются столь скоростными темпами, что за 5 лет может кардинально очень многие вещи поменяться. Тебе надо за 5, от 4 до 7 лет, в разной стране по-разному, ну пускай возьмем максимум 7 лет, запланировать, декомпозировать, найти ресурсы, внедрить и получить результат, чтобы, соответственно, сказать, что мы за этот промежуток, ребят, сделали вот столько. И порой это не получается. Если посмотреть на те страны, которые действительно очень сильно выросли, то же самое Сингапур, то же самое Китай, в чем залог их успеха? Потому что в определенный момент времени просто взяли и сказали, ребята, давайте посмотрим, что будет через 50 лет. Куда мы растем, куда мы непосредственно развиваемся. Теперь возвращаясь к обычным людям. Максим, о чем ты говоришь? Горизонт планирования 20 лет, миллион долларов через 20 лет только будет. Мало ли что и может произойти. Тут хотя бы 5 лет понять, что будет происходить. У вас получается, что на коротком промежутке времени вариантов развилок очень много возникает. Но если вы стратегически понимаете, что даже через 100 лет люди будут готовы обменять 15-20 минут своего времени на бутылку Кока-Кола и Гамбургер, как говорит Уоррен Баффет, вы будете покупать условные акции компаний Кока-Кола и Макдональдс. Если вы понимаете, что даже через 20-30 лет по-прежнему самым пока что экологичным топливом, энергоресурсом будет являться натуральный газ, для вас то, что Газпром отказался от выплаты дивидендов в 2024 году, не будет являться основанием не покупать эту компанию. Краткосрочно, да, никакие дивиденды, высокий капекс, высокие затраты, какие-то альтернативы есть или нет. Можно смотреть на газовую отрасль, не обязательно покупать Газпром, за этим же тянутся и все остальные компании сектора. Получается, когда вы раздвигаете горизонт планирования, вам проще принимать решения. Вам меньше нужно проводить времени за анализом текущей цены и тренда. Как я, например, в своей философии говорю, что я могу при прочих равных условиях удваиваться каждые 3-4 года, если я долгосрочно планирую. Мне не важно, что происходит в краткосрочном периоде. А когда люди заряжены на краткосрочное получение прибыли, получить X в течение года, они идут в риск. Чудес не бывает. Я могу на пальцах это объяснить, почему так это работает. Капиталист как собственник инвестиционного ресурса, как собственник денег, как собственник капитала. То есть, если он где-то видит, что можно получить X5, все туда хлынут. И, соответственно, из-за того, что начнется конкуренция, из-за того, что будет спрос на этот актив, который дает X5, то в этом случае вот эта вот неэффективность, она достаточно быстро закроется. Если эта неэффективность не закрывается, значит, там зашит какой-то риск, который большая часть капиталистов понимает. Если вы этого не понимаете, это не значит, что другие не понимают. И когда вы гоняете за своими X3 и X5, еще раз, рыночная неэффективность присутствует. Если бы там действительно была такая доходность, при контролируемом, управляемом риске, эта доходность тут же сжалась бы. Это рынок, потому что. Но если она по-прежнему остается, то, скорее всего, там какие-то риски колоссальные, вплоть до 100% потери денег. И хорошо, если не потребует сверху еще что-то отдать. Подумайте об этом. Можно ли получить капиталисту доходность 200, 300, 400, 500 процентов? Да, можно. Как правило, это все равно будет криминал. Как правило, это будет нелегально. Как правило, будет это с нарушением каких-либо норм, с угрозой понести ответственность. И поэтому туда все не идут. Если бы была легализация всего, где доходность, там, как бизнеса, 200-300 процентов, сразу бы маржинальность в этом бизнесе снизилась. Давайте вспомним пример с МММ-2011, или сколько там, 2021, я уж не помню. Когда тот же самый человек на том же самом движке делал все то же самое, на котором обожлились миллионы людей. Но все равно люди приходили, потому что они считали, вот именно они-то не будут последним дураком. Это будет, но не с ними случится. Все закончилось точно так же. Ошибок гораздо больше, друзья. Но если вы просто возьмете в качестве резюме то, что я вам сегодня сказал, заберете видеокурс, сделаете практические задания, вы избежите 80% тех ошибок, которые приводят к потере капитала. Ранжируйте свои цели, расставляйте приоритеты, создавайте больше пользы для общества. И проблемы с вашими доходами и ростом этих доходов уйдут навсегда из вашей жизни. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok